Всем привет дорогие друзья, я приветствую вас на своем канале и сегодня я хотел бы вам показать как легко можно взломать ВКонтакте с помощью одной замечательной программки, которую разрабатывает вот эта вот компания Phoenix Rise. Это точнее компания, это команда разработчиков, которая делает всякие разные программы. То есть вот здесь вот вы можете видеть какие проекты сейчас в разработке. То есть VK Self Plus, Steam AgDip, VK Grabber и сейчас я о ней расскажу подробнее. И SpyGener, это и готовый проект. Собственно друзья, вот это вот VK Grab версия 0.2, сегодня я вам покажу версию 0.5, тоже бета. И все это абсолютно бесплатно, по ссылочке в описании можно скачать. Вот так вот выглядит программка, запускаем ее. Как видите у меня антивирус включенный, вот антивирус включенный, но она не ругается. То есть если будет ругаться, то выключите антивирус, но как у меня антивирус не ругается. В принципе и все отлично запускается. Выглядит программка вот таким вот образом, такой значит стиль, немножечко похожий на стиль VK. Но сегодня давайте покажу вам как этим вообще работать. Давайте выберем жертву. Вот Alex Alex подал заявку. Я уже посмотрел, это фейковая страница. Он мне написал значит сообщение. То есть давайте посмотрим, что он мне написал. Так, спасибо за программу, лайк, подписка, обожаю тебя. Ладно Alex, прости, я конечно надеюсь, что не спалю твой логин и пароль, но тем не менее посмотрим, как получится. И сейчас расскажу о программке. Смотрите, здесь нужно вводить ID. Давайте введем сначала мой ID, допустим. И покажу. Вот, нажимаем найти страницу. Немножечко подгружается. И вот, видите, здесь подгружается моя аватарка, имя и режим онлайн или оффлайн. Чтобы, то есть, и здесь вылазит такое вот окошечко, то есть это моя страница или нет. То есть та, которую я хочу взломать или нет. Вот, удаляем, значит, и давайте скопируем теперь ID-шник Alexa Alex, которого мы сейчас хотим взломать. Так, нажимаем найти страницу. Так, да, Alex Alex, не в сети. Смотрим. Да, действительно, заходил 8 минут назад. Ну и, собственно говоря, подтверждаем действие. Нажимаем да. У нас опять-таки идет загрузочка такая анимированная, как фирменная, от Phoenix Rise. И здесь у нас уже святая святых, это настройки программки. Смотрите, как здесь все приятно сделано. То есть, ну мне прям нравится очень сильно. Здесь, в принципе, я объяснять долго не буду, что для чего и где и как. Потому что, когда вы вот так наводите мышку, у вас вылазит такая вот подсказка. То есть она кратко объясняет, для чего та или иная функция нужна. То есть, все очень удобно. Но так как это бета-версия, возможно, некоторые функции не работают. Да, сторонний генератор, как вы видите, не работает. Вот, и по-моему, здесь вот. А, нет, стоп, стоп, стоп. Вот. Это нестабильно. То есть, некоторые функции, они так и пишутся, что нестабильно. Вот, видите, в конце. Вот. Ну что ж, давайте посмотрим, какие функции. Эти функции включены по умолчанию. Их можно также отключить, но не рекомендуется. И так же. Так же, так же, так же. Давайте включим безопасный вход и нажмем начать. Все, здесь у нас идет, значит, статус. Мы можем следить за ним. То есть, как это все происходит. И здесь у нас идет такая вот загрузочка. Непосредственно ждем. И сейчас я все буду ускорять, конечно же, чтобы не затягивать с видосом. Итак, друзья, у нас сейчас идет уже загрузка данных. Давайте подведем небольшие итоги. Собственно, друзья, это бета-версия программы. Скачать ее пока что можно абсолютно бесплатно. Но когда она станет уже полной версией, скачать ее можно будет только лишь платно. Вот такие вот дела. Ну ладно, у нас вылазит от такого вот окошечка. То есть, сохранить как. Выбираем рабочий стол. И называем наш текстовый документ вообще любыми словами. То есть, вот так вот назовем, допустим. И у нас появляется такой вот текстовый документ. И здесь можно нажать выход уже, в принципе. И откроем наш текстовый документ. И мы здесь видим отрезок файла cookie. То есть, начинается с head и заканчивается end. Так, здесь нам теперь нужно необходимо найти... То есть, видите, он не весь файл cookie расшифровывает. Он расшифровывает только логин и пароль. Вот здесь я уже вижу, где он находится. То есть, вот он. То есть, вам его еще нужно немножечко поискать. То есть, здесь всего раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять строчек будет. От девяти до двенадцати строчек, по-моему, здесь бывает. Ну вот, мне повезло. Девять строчек. И логин и пароль выделен тремя двоеточиями. Вот так вот в ряд. Собственно говоря, давайте пробовать зайти. Нажимаем Ctrl-C. Закрываем. И Ctrl-Shift-N. То есть, откроем новый, так скажем, браузер. И пытаемся непосредственно зайти на эту страничку. Вставляем, значит, то, что мы скопировали. И переносим это в поле пароль. И убираем двоеточие. Нажимаем найти. Такс, такс, такс. Все. Все изи просто. В общем, друзья, я не буду раскрывать алгоритм, значит, как работает программка. Но, тем не менее, пока вы можете скачать ее бесплатно по ссылочке в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Подписывайтесь на канал. Удачи.